О Бали ходит очень много легенд и бытует очень много мнений. Кому-то он не нравится, другие же им восторгаются. Сегодня я поеду на остров и узнаю, как же там живется маленьким людям, детям эмигрантов. Как вам на Бали? Хотите домой или на Бали нормально? Ну, на Бали мне нравится больше всего мне кажется, чем везде, где мы были. Конечно же, ребенок скучает по снегу, дочка у меня никогда не видела снега. Поспрашиваю у детей и их родителей, что же они считают плюсами жизни на острове. Первый плюс, то что тут очень много русских. В России меньше. Отличный плюс. Нет формы, нет домашки, нет оценок, это прям очень круто. Детей только запусти в джунгли. Они там сразу же себе находят тысячи прикольных занятий, но случаются и происшествия. Берем луки и стреляем под мишень, находим палки. Нормальное детство. Они испугались раз обезьян, они на нас напали, они отобрали у нас воду, подруги забрали тапочек. Дети боятся. Сегодня же я поспрашиваю, почему все так хотят рожать именно на Бали, причем даже в диких условиях. Мы приехали вообще на Бали родить ребенка. Это были лучшие роды. Всем рекомендую рожать на Бали. Ну и попробую разобраться, зачем же в наше время детей стараются увезти подальше от родной страны. И людям как бы не до войны получается. Здесь практически не разговаривают на эту тему. Здесь все в моменте и в радости, наверное. Еще в сюжете будет много всего интересного, так что подпишись на мой инстаграм и ютуб и поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Это я еду по городу Убуд. Он находится практически в джунглях и здесь живет больше всего русскоязычных. Все вокруг заросло травой, деревьями и мхом. На дорогах после дождя лужи и к дому надо пробираться через такой зеленый коридор. Здесь живет Анастасия. У нее с мужем четверо детей и четвертого она родилась здесь на Бали несколько дней назад. Мы больше 20 стран объехали. Мы в Америке, в Европе, в Азии практически все проехали. На Бали мы впервые и сразу приехали сюда надолго. То есть можно сказать, что вы посмотрели все и остановились на Бали или еще не ясно? Ну пока Бали не отпускают. Каждым днем это место становится все более родным и отсюда не хочется уезжать. И даже если дети, они месяц назад говорили, ой, мы хотим в Россию, мы соскучились по друзьям, по бабушкам и так далее, то сейчас я их спрашивала буквально пару дней назад. Они сказали, что нет, мы не хотим. Не хотите точно? Вообще нет. В Ханты-Мансейск. Пока нет. Убуд он притягивает энергетически. То есть куда бы я ни уезжала, мы проехали практически весь остров, жили везде в разных районах, но куда бы мы ни уезжали, нас обратно все равно присасывает Убуд. Почему? Наверное, потому что тут вот эта вот духовность ощущается. Я думаю, что здесь больше экспатов, людей, которые сюда приезжают на постоянку жить. У меня очень много знакомых, которые здесь живут 3-4 года, которые приехали на 3 месяца и остались здесь на всю жизнь. На Бали детям не скучно, и для веселья на вилле есть бассейн и, главное, чердак. Дом большой, есть и комната для работы мамы. Да-да, с четырьмя детьми она еще и умудряется заплетать девчонкам косы и делать дреды. Снимают жилье помесячно. В рупиях это 14 миллионов. То есть это очень дешевая цена для сейчас, научного времени. Сейчас таких цен вообще не найдешь. Просто цены взлетели в 3-4 раза. У нас на Бали была свадьба 12 лет назад, и Бали прям запал в душу. И вот каким-то совершенно магическим образом, как, собственно, здесь происходит, мы оказались здесь спустя уже 6 или 7 лет. Это Анна. Она растила свою дочь тоже здесь. И вот ребенок рос 7 лет на Бали. Как можно сравнить детство на Бали, глядя на своего ребенка 24 на 7, и вот как росли мы в наших странах? Во-первых, тепло. Круглый год тепло. И это избавляет от большого количества каких-то вещей, одежды, колготок и всего остального. Во-вторых, это вот свобода и проявленность ребенка. Вот возможность видеть постоянно какие-то новые яркие картинки, причем это все в доступе. И Бали, он такой очень разнообразный, разноплановый остров, когда в любой, каждая локация, она такая прям уникальная. Поэтому ребенку никогда не скучно. Но здесь есть также и подводные камни в этом. Ребенок присыщается, и для того, чтобы удивить этих детей, это уже нужно проявлять гораздо больше. Ну а если вот так, прям субъективно, кто был более счастлив? Вы в 7 лет или сейчас ваша дочь? Я думаю, что это очень такие относительные понятия счастлив. Потому что мы в своем детстве, мы кайфовали от каких-то маленьких радостей. Вот здесь просто этих радостей до кайфовала больше. А тут они присыщены. Если мы вот в суть вопроса внесли. Если и те, и те дети счастливы, есть ли разница? Детям везде хорошо. Детям везде хорошо, где хорошо их родителям. Наталья и Марик сняли дом прямо у рисового поля. Детям как здесь? Дети, как вам здесь? Если сравнить с нашим детством, 80-е, 90-е. Вот, собственно. Ну, как бы, у меня сравнение. Я выросла в деревне, поэтому вот свобода. Они бегают там без памперсов, да? Типа, не надо одевать кучу одежд, комбинезонов. Балийцы очень классные. Вот самый главный такой момент, почему мы здесь. Балийцы очень любят детей. Просто они настолько трепетно относятся и с любовью к детям, что ради этого стоит просто приехать и здесь быть первое время, когда ты родил или планируешь. Анна старается возить ребенка на родину, чтобы показать что-то, кроме лета. На 3-4 месяца мы, как правило, посещаем Европу, Беларусь, Россию. А ваше мнение о Беларуси спустя 7 лет жизни на Бали и мнение ребенка? Ребенок прям кайфует. Да? Да. Здесь не хватает смены, на Бали не хватает смены сезонов. То есть здесь всегда лето. Здесь всегда яркая, крутая, красивая картинка. Конечно же, ребенок скучает по снегу. Дочка у меня никогда не видела снега. Ну вот вышел я босиком прогуляться по курорту. Вообще на Бали надо забыть, что такое тротуары. И вот почему приходится ходить, потому что прямо рядом вот так пролетают мопеды и машины. Гулять по Бали – это как раз что-то из детских воспоминаний о деревне. Их на самом деле вообще не заставишь одеть обувь. То есть они у нас первое время все находили босиком. То, что мне папа все за ножны отковыли. Как вам на Бали? Хотите домой или на Бали нормально? Ну, на Бали мне нравится больше всего, мне кажется, чем везде, где мы были до Бали. Что для эмигрантов и их детей развлечения, для местных жителей повседневная жизнь. С низкими зарплатами, грязными улицами и хлипкими хижинами в качестве жилья. Вместо школы местные дети часто ходят по пляжам и продают туристам сувениры. Так можно заработать даже больше родителей. Как много есть один брейслет? У меня 30 тысяч, 50 тысяч, 20 тысяч. Дети Анастасии учатся в школе удаленно и ходят в лагерь. Там у них открылся лагерь, и получается три раза в день у них разные занятия. Там, например, вокал, английский и какой-нибудь… Три раза в неделю, наверное. Три раза в день. В день. Три раза в день. Их там кормят и с ними там играют. То есть они нашли себе по возрасту детей, друзей. И как бы… Дальше. Да, очень-очень. Ну это их получается на полдня туда надо отвозить или нет? С 10 утра до 6 вечера. Идеально. Дети целый день заняты. А, они целый день заняты и параллельно в российской школе учатся? Да, да. А вот дочь Арины ходит в школу на Бали и просто кайфует от отсутствия напрягов по обучению. Хорошо, что у них нет как бы вот прям вот этого урочной системы, как в общепринятой школе. Вот. Много кружков, все такое, ребенку нравится. То есть нет формы, нет домашки, нет как бы каких-то там… Оценок, да. То есть ты приходишь, ты получаешь знания на релаксе, у них там эмоциональный интеллект есть, финансовая грамотность помимо основных предметов. Вот. Это прям очень круто. Но при этом я отмечаю, что как бы ребенок немножечко на вот этом балийском вайбе отупевает. То есть я уже шучу, что как бы она… Начнется конец света, она застрянет в магазине с едой и помрет с голоду, потому что чипсы не откроет как бы. То есть вот настолько как бы chill out полный. Частная школа на Бали по цене может достигать 800-900 долларов в месяц. Русскоязычные открыты в основном в Убуде. В общем-то дети на Бали и дети в России очень разные. Вот. Поэтому… Даже те же самые дети. Даже те же самые дети, потому что на Бали более проявлены, проявлены более такие свободные ребята. И подходы преподавателей вообще в организации учебного процесса совершенно иное. свободные и уже насыщенные большим количеством эмоций и впечатлений детям. Количество ярких событий в жизни, которые они получают, гораздо выше. Поэтому планка, чтобы их удивить, порадовать, вовлечься гораздо выше. Сложнее уже. Да, да. Если по улице бегают обезьяны, гусеницы, пауки, то… Да, да, да. А что им эти раскраски? Выехать на экскурсию тоже есть куда. Постоянно проходят какие-то выезды, мы ездим в кинотеатры, в какие-то путешествия. На прошлой неделе девочки ездили на выступления в Сурабаю, на другой остров. Это для них целое такое приключение. Расскажи про школу. С кем ты там общаешься? Я в школе общаюсь с Йосе и учителями. А Йосе это кто? Это мой друг. Он на каком языке разговаривает? Английском, но из Японии. Он из Японии? Нифига себе. И как вы дружите? Понимаете друг друга нормально? Да. А чем занимаетесь? Ну там футбол, не знаю. Играем. Ну что? Мы играем в лук. Мы берем луки и стреляем по мишеням. Делаем сами. Где-то в джунглях? Не, просто находим палки вот и учителя просим, чтобы он сделал лук. Просто взял стрелу острой и заберевал веревки на палку. Нормальное детство. Мы все становимся в линию, куда еще одна минута осталось поиграть, пока все не пришли. Мы просто становимся в линию. И у нас учитель впереди встает. И мы там говорим, он, как называется, круглая, ты в нее палочкой. Дзинь. Гон? Чаша? Да, чашка. И она бьет и говорит типа, класс ту, ай юж хила. А мы говорим, яс, Ибугуна, ай юж хир. А Ибугуна это типа что? Учитель. Учитель по-индонезийски. На Бали много местных детей и детей из разных стран. В основном дети мигрантов из СНГ находят друзей среди русскоязычных сверстников. Так, а кто твои друзья здесь? У меня есть подруга и друг пока. Но скоро, я думаю, еще с кем-нибудь познакомлюсь. Ну, это кто? Русскоязычные ребята? Да. А как познакомились с ними? В лагере встретились и познакомились. Первый плюс, то что тут очень много русских. То есть... В России меньше. Отличный плюс. Чем отличается от нашего ханты-мансиска? Ну, тут хотя бы не холодно. Это уже холодно. И на том спасибо, да? Дочь Анны дружит с соседскими балийскими детьми. Дом, про который я рассказывала, он находился между Угудом и Сануром в такой прям настоящей балийской деревне. И все соседи, это были балийские дети. И, собственно, ее детство прошло в окружении прекрасных, улыбчивых, счастливых, радостных балийских детей. Всем было интересно друг другу? Всем было интересно, да. А что они делали там в деревне? Это как в нашей деревне? Куры, гуси, все такое? Да, вот это как раз про те мелкие радости, когда ты просто играешься с камушками и ты уже счастлив. Это балийские дети. Они счастливы просто из-за того, что они есть. Несмотря на то, что многие эмигранты живут тут долгие годы, индонезийский язык почти никто не учит. А вот дети ваши учат индонезийский язык? Прям такой дисциплины индонезийского языка нет, но поскольку постоянно идет общение с индонезийцами, какие-то базовые основы у всех есть. Ну и большинство есть индонезийские няни, поэтому дети, как правило, осваивают навыки. Ну вы давите на детей, чтобы они знали английский? Для них это как-то естественно. Это очень естественно, потому что вокруг все разговаривают на английском, и это очень органично вписывается вообще в их жизнь. На Бали надо использовать шлем не только катаясь на мопеде, потому что в любой момент на голову может упасть кокос. По крайней мере, мне так всегда кажется. В общем, кокос тут самый доступный напиток. Я офигел просто. Вот эти наши ссохшиеся кокосы, которые продаются в супермаркетах, это отстой, ребята. По-настоящему кокос, он огромный, и внутри около литра жижи. Вот если купить у нас кокос и расколоть, там будет грамм 50 жижи. А здесь прям можно упиться. Как будто кокосовая вода лучше упинает жажва. Вот на пляже гораздо лучше заходит кокосовая вода, нежели просто. Ну есть такое, хочется кокоса. Я слышал, кстати, что люди подсаживаются на кокос. Я раньше не понимал, почему. В своей поездке на Бали я снял еще очень много интересного, но, к сожалению, не все попало в выпуски. Так что подпишись на мой инстаграм. Там самое прикольное я закрепляю в актуальном. Этот человечек, который живет с нами на планете всего несколько дней, в будущем будет гордо всем рассказывать, что его родина – это Бали. Он захотел так родиться, он сам, наверное, попросил, да. Но, честно скажу, это были лучшие роды. Вообще, это были лучшие роды, и я всем рекомендую рожать на Бали, потому что это намного круче, чем в России. Во-первых, у меня была дола, во-вторых, у меня была клиника. По стоимости это нисколько не дороже, чем в России, например, в платных клиниках рожать. Ну, на скидку 110 тысяч рублей у меня вышло. Поведение врачей Анастасии понравилось. Ну, в России, ну, нет, есть там бесплатные, конечно, больницы, но там будут отношения к тебе, как… А здесь как отношения? Здесь тебе как к цветочку относятся, просто как будто ты вот прям очень-очень нежна. У них другая культура родов, в принципе, на Бали. Они очень хорошо относятся к беременным, к детям, они прям сюсюкаются с тобой. И я все ждала, что вот, как у нас в России, да, зайдет вот эта русская женщина и начнет на меня орать, чего ты там это… Вот, а с тобой так нежно-ласково обращались, что мне, конечно, такое отношение очень понравилось. Многие иностранцы приезжают на Бали специально, чтобы родить. Гражданство за это не дают, но вот природа, говорят, помогает. Наталья с Мариком приехали на Бали 8 лет назад из Украины, как раз, чтобы родить. Мы приехали вообще на Бали родить ребенка. Здесь есть очень классный, всемирно известный центр естественных родов, лотосовых родов. Буми Сихат называется этот центр. И есть такая кушерка, вообще она признана женщиной года. Я не помню там в каком году, но она очень такая великая женщина, великая кушерка, Робин Лим. И как бы ради нее, собственно, мы ехали родить Кирилла. Второго как рожали там же? Да, но только вот она там выиграла какой-то грант, вот эту премию «Женщина года» и выделили деньги. Она построила классный уже такой современный центр. Потому что до этого это было просто балийское здание, такое все темненькое, маленькие эти комнаты, такие, ну, как просто обычная балийская постройка, да. А сейчас это уже прям побольше комнат, и все такое более-менее современное. И как бы разница небо-земля, конечно. Тут даже не обязательно страховку. То есть ты просто приходишь в клинику, оплачиваешь палату, и все, и рожаешь. А у ребенка не будет индонезийского граждан? Нет, у него будет в свидетельстве о рождении стоять остров Бали, да? Ты будешь остров Бали, да, рожденный? Вот. А свидетельство будет, конечно, русское и русский паспорт. То есть сейчас муж полетит в столицу Джакарту, и ему дадут документы в русском посольстве. В плане даже адаптации после родов. Вот нам до 2 недели, мне кажется, он уже вообще просто такой прям смышленый, потому что у него свежий воздух, птички, водичка, да, сейчас будет еще шум в море, вот, и прямо ему очень хорошо. На Бали проводят так называемые естественные роды. Эта практика набирает сейчас популярность. Нам хотелось именно этот опыт испытать, потому что на то время, когда мы в Украине начинали смотреть, как у нас вообще рожают, то у нас как бы не было это еще так сильно развито, вот, рождение естественным путем, как бы, чтобы, там, например, дома, или, ну, дома с акушеркой, или вот, чтобы без вмешиваний, без вставаний на учеты, вот, без таких всяких штук в Украине было еще на то время как бы не особо развито. Поэтому мы начали смотреть, а мы на Бали хотели еще давно поехать. Мы путешествовали по Индии, получилась эта революция, которая была в Украине, в общем, мы чуть-чуть задержались и поменяли план. Мы приехали в Украину, мы поженились в Индии, поженились в Украине, и потом вот узнали, что у нас будет Кирилл, и решили, что вот, типа, Бали, собственно, вот для этого он нас и ждал. В рекламе, в видеороликах, на буклетах или марках, посвященных Бали, часто изображают рисовые поля. Рис здесь – это самый главный продукт питания, но он приносит деньги еще как туристический объект. Сюда возят на экскурсии и на рисовых полях открывают рестораны. Так что можно попить капучино и посмотреть на рисовые террасы или на то, как местные ковыряются в болоте, но при этом радуются и улыбаются. Комплименты включены в цену. А то, 16% кирилл. Комфортно на Бали не только детям, но и более мелким существам. Жизнь здесь прет отовсюду. Каждый квадратный сантиметр чем-то кишит, какой-то жизнью. Мы рядом с рекой живем, джунглями. Там просто ты выходишь и все. Я органику выкидываю в джунгли. Там у нас ямка выкопана. И я волей-неволей выхожу в эти джунгли почти каждый день. И круто, это поражает. Все кишит. Жизнь. Бабочки. Я просто восоргаюсь. Это бабочки такой красоты. И из таких видов. Ну как? Слушай, какой снег может сравниться с бабочкой прекрасной, которая вот так летает, летает? Есть такие большие, как птица. Вот она мажет, как птица. Думаешь, вау, ну это почти птица. Думаешь, вау. А есть такая маленькая, которая вот... Она как пепел, пепел, пепел. И ты вот за всем этим наблюдаешь. Блин, вау. С таким количеством насекомых на Бали можно только свыкнуться. А лучше восхищаться. Короче, мигает что-то летающее. Это светлячок какой-то. Здесь очень много всякого. Насекомых, пресноводных, земноводных. Это плюс или минус? Это плюс. Ну и минус тоже. Здесь поют птички. Каждый день. Еще есть лягушка, у которых квакат трубу и получается такой звук. Как будто кто-то пердит. Так, кстати, обезьяны к вам не забегают или далеко? Нет, там только белки. Белки? Да, здесь далековато обезьяны. Ну, одна тут заходила, но мы не говорили. А, они бы боялись? Они испугались раз обезьян, потому что они на нас немножко напали. Подруга мою покусала обезьяна и очень сильно как бы испугались. Они отобрали у нас воду, подруги забрали тапочек, его подрали. И дети это все видели, и сейчас они боятся. Обезьяна меня тоже здесь цапнула, но об этом в другом ролике. Так вот, тогда я и подумал, что как-то недоверчиво отношусь к индонезийской медицине. И просто понадеялся, что обезьяна не бешеная. Как с медициной вообще происходит контакт у вас с системой медицины? С зубами тут не очень. Вроде пломбы делают, вроде они там композитные или как называются? Ну, там с ультрофиолетом все делают, там засверливают, запиливают. Так смотришь, вроде как бы подход правильный, но в итоге потом пломбы эти выпадают через пару месяцев. Знаешь, надо прям самому ему говорить, ты мне вот так делай, потом так, потом так. То есть, грубо говоря, если бы были инструменты и зеркало, я бы сам себе лучше, наверное, сделал, чем у меня. Уровень медицины здесь часто ниже нашей самой далекой поликлиники. Поэтому бывает, что эмигрантам приходится лечиться самим. Я так ногу себе делал. Сам, да? Ну, условно, да. Я им говорил, что мне надо делать, потому что у вас все нормально, у вас все нормально, а у меня адская боль. Разорваны эти связки подколенные, да, мы упали с Кирюхой еще, малого не было. Сбайка? Ну, на собаку сбили на небольшой скорости, но грохнулись нормально. Протерлись, синяки, я сломал связки эти, ну, подорвал. Адская боль, приехали в больницу. Они говорят, у вас все нормально? Я говорю, как нормально, типа. Я говорю, в жизни такой боли не чувствовал. У меня в глазах вот такая, знаешь, как сепия, как старая коричнево-черно-белая пленка. Они, ну, ладно, хотите, сделаем рентген? Я говорю, конечно, хочу, пошли. Сделали рентген, говорят, у вас ничего не поломано, у вас все нормально. Я говорю, нет, ну, не нормально, у меня все, делайте еще что-нибудь. Они даже не поставили диагноз мне. Я потом уже интернет начал копать, других людей спрашивать. Мне начали попадаться люди с подобными травмами. И они просто, я просто узнал, что это, сука, жизнь. Ну, я бы изучил структуру там колена, что в ней, к чему крепится. Осознал, где у меня что болит, какие симптомы. Марик – звукорежиссер. Когда только приехал на Бали, устроился техником в кинотеатре. Тут ты можешь найти такие виды деятельности, которые там в деревне, там, в Украине, ну, или в других странах, как бы, ты не найдешь. Где ты, ну, кто в деревнях там снимает кино, кто в деревнях делает фестивали. Тут куча ресторанов, тут еще какие-то бьюти-салоны, там, тут тебе конференц-холлы и залы и так далее. И все, оно вот тут, в принципе, из деревни в деревню переехал, и у тебя вот это все есть. И я пришел туда, сначала так ходил туда, там, с какой-то, там, два раза в неделю. Потом мне дали еще больше задач, еще больше задач, ну, какие-то добавлялись задачи. После пандемии Марик потерял работу. И хозяева сказали вдруг, извини, Марик, мы тебя не можем больше, как это сказать, содержать, ну, в плане на своем... Ну, потому что они платят спонсорстве, да, 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 они платят налоги, они платят эти все ходатайства и оформления и так далее. Плюс зарплату. И, извини, если ты хочешь продлять свой китос на следующий год, а то там уже пару месяцев оставалось только, то ты дай нам знать, если ты оплатишь, мы тебе сделаем. Но мы не можем больше быть тебе спонсором, и работать ты у нас, в принципе, тоже уже не можешь, то есть ты на вольных хлебах. С годами размеренная жизнь на Бали может наскучить. Если не детям, то взрослым точно. Слушай, ну, на самом деле, сейчас уже хочется какой-то цивилизации. Вот реально здесь жизнь как будто в деревне. Вот. Детям класс, да? Но все равно хочется... Некоторые друзья говорят, особенно те, кто приехали недавно, говорят, я вот тут живу там уже полгода, я чувствую себя как пенсионер просто целый день. Особенно те, кто там по телефону работают, по связи удаленно. Они, я себя чувствую как пенсионер, как ты тут выживаешь, как ты тут 8 лет провел. Тут просто такой очень, такой слой, расслабленный вайб. Мы уже очень-очень сильно хотим выехать в город, как можно сказать, на большую землю, на большую землю. Мы хотим в Канаду поехать. Хоть в любой, хоть в Куала-Умпо. Серьезно, да. Но не переехать, а поехать просто послушать шум машин. Посмотрим, знаешь. Самый идеальный вариант, это когда ты живешь в деревне, недалеко от большого города. Там, где у тебя есть горы, реки, поля, леса, море и так далее. И в легкой доступности, ну там, не знаю, 20-30 километров, пусть будет какой-то большой город, где ты можешь, если надо, туда поехать, в движуху, так сказать. Но отдаленность от военных действий сильно отличает ситуацию на Бали от Европы и СНГ. Даже в русскоязычной среде. И людям как бы не до войны получается? Ну, мне кажется, что да. То есть я не встречала каких-то агрессивных людей. Здесь практически не разговаривают на эту тему. То есть в каких-то плохих новостях, то здесь все в моменте. В моменте и в радости, наверное, так. Ну, может, я такая, не знаю, но я не встречала. Я люблю большие города и цивилизацию, а Бали не про это. Но если не ради себя, то ради детей точно стоит побывать на этом немного диком, но очень насыщенном острове. О нем на моем канале еще выйдут выпуски, так что подписывайся на мой YouTube и Instagram. Везде я Вова Карманов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!